Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои броненькие девочки, мои матушки. Я вот всех приветствую. Улыбаюсь уже во все свои зубки. Я очень рада. Сегодня всего лишь прошла неделя. Остались еще синяки и смотрится как носогубка. Это синячки девочки. Здесь тоже синячки и тут еще синяк. И вот здесь под носом, но это все проходящее, все проходящее, все уходящее и все, как говорится, будет со временем. Я села передохнуть. Села передохнуть и немножко вам порассказывать. Давайте пообсуждаем ваши комментарии, потому что, ну, потому что это у блогера одна из статей, так сказать, поразговаривать. Недавно мне написал Александр, но я думаю, что это, если это действительно мужчина написал, но он как минимум недомущина, потому что в бабе их дела лезут только недомужики. Хоть что вы мне пишите, это я вам точно скажу, что когда мужик сидит с женщинами рядом, ну, допустим, встретились две подружки или, допустим, на лавочке сидят, и подходит мужчина и начинает с ними беседовать и еще, не дай бог, кого-то обсуждать. Все, это все. Если у вас есть такие знакомые, я вам точно могу сказать, что это недомущина. Вот. А если это его баба, ну, просто у вас, у бабы, у этой, у этого Александра баба с аккаунта вышла. А если вы его баба, баба, потому что вы не женщина, вы не женщина, почему? Потому что если вы, вы просто сплетница, сплетница, и вам очень хочется пообсуждать Ольгу Брайенкову, а как же, а как же без этого? Значит, дошло дело до моего маникюра, я даже знаю, кто это пишет, потому что предыдущие, это как минимум, ну, не буду говорить, ладно, я национальность не буду называть, но не суть. Суть в чем, обсуждают мои руки и мои ногти, и обсуждают мои носогубки, и я вам хочу сказать, дай бог вам всем, кто настроен вот на эту волну, которая не очень, ну, не очень, как бы, правильная, наверное, в моем случае мне надо просто посочувствовать, потому что я перенесла серьезную операцию, 6 имплантов, и сегодня прошла только неделя. Почему выделяется носогубка, еще раз скажу, потому что это синяки, я не стала их замазывать, ну, потому что смысла не вижу замазывать, меня же никто не обидел, не бил, может, вас бьет мужик-то вы, поэтому, здесь еще синяя, кому повезло, и у кого не осталось синяков, после того, как, значит, по ногтям, ногти у меня не длинные, обычные, нормальные ногти, пальцы у меня не кривые, а мизинцы у меня кривые с детства, с рождения, это я даю отчет Александру или его бабе, женщина не могу назвать, потому что, ну, получается, Александр женщина, что ли, ну, ладно, значит, это, пальцы у нас, у всех это чисто семейные, то есть, если бы у меня, если бы у меня была одна нога короче, или если бы у меня был горб, нет, приведи Господи, сохрани помилуй все, что я перечисляю, значит, я недочеловек, ну, получается так, по-вашему, вы, прежде чем обидеть блогера, тем более возрастного, сначала включайте свое, ну, хотя, там что включать, там нет извилин, там нету, там, там уже не варит котелок, я так понимаю, что это возрастная дама написала, я думаю, что далеко за 70, потому что, ну, потому что мысли такие, а может, это ее мужик, недомужик получается, да, девочки, или как получается, ну, получается так, в общем, вот, обсуждайте, говорите, маникюр у меня самый красивый в мире, пальцы, да, да, на пианино никогда не играла, но вкалывала, как и шаг всю жизнь, да, да, ну, а если у вас пальцы только вы играли на пианино, или этому недомужику подносили тарелки, ну, тогда, наверное, наверное, все-таки у вас пальцы поровней, вот, и про носогубки я ответила, девочки, ну, вынуждена говорить, вынуждена, сегодня я много работала, сегодня я поменяла шторы, как они меня радуют, это просто красота, кто не смотрел ролик, посмотрите, и шторы, и тюль очень красивый, арочкой красиво, вот, что хочу сказать, хотела записать другой ролик, но получилось у меня маленькое там, маленькие издержки, я начала ролик с того, что я меняю постельное белье, девочки, ну, и сняла наволочку, а там не только наволочка была в крови, еще плюс на наволочку, на ортопедическую подушку, то, что надевается, ну, наверное, чехол для подушки, и пришлось подушку замывать, короче, кровь, кровь, видимо, из десен, из десна, из десны, из десен, кровь шла, сочилась, вот, настроение хорошее, все прекрасно, к зубам я привыкаю, дай бог, дай бог, чтобы теперь прижились, еще раз скажу, кто хочет, и кто сейчас собирается, смело идите, самое главное, чтобы ваш имплантолог был настоящим врачом, почему у одного есть синихи, у другого нет, это я не могу ответить, значит, от, видимо, от человека это все зависит, я так думаю, вот, сегодня я должна вам, не должна, а вынуждена, нет, не вынуждена, неправильно, сегодня я вам покажу одну очень хорошую и нужную вещь, особенно, я так думаю, у кого есть дача, и кто очень долго, и дача не на газу, вот, и в домашних условиях, у кого дома, хаты, вот, я думаю, что это очень хорошо, но в квартирах эта вещь тоже необходимая. Девочки, извините, вот такое сегодня отступление, я не ругаюсь, я не скандалю, я не нервничаю, просто иногда я прохожусь по комментариям, иногда, вот, я себя никогда ни в одном ролике не идеализировала, я никогда не играю такую, знаете, скромную, ну, такую очень скромную и материально не обеспеченного человека, и я вот настолько скромная, я вот прям каждую копеечку считаю, пенсия у меня маленькая, пенсия у меня достойная, я живу в достойной стране, пенсию я заработала своим хребтом, своим горбом, поэтому я не стесняюсь, я ни у кого, как говорится, взаймы не беру, иногда, да, донаты я прошу, почему? Потому что, ну, во-первых, во-первых, потому что у меня сейчас не монетизируется канал YouTube, надеюсь, что когда-то сделаю, может, не сделаю, не знаю, вот, вот, но я этим людям очень признательна, очень благодарна, и огромное вам спасибо, кто помогает, и огромное вам спасибо, я очень признательна, правда, и я вам хочу сказать, что это стоит дорогого, это люди, которые большой души, большого сердца, это, наверное, так называется. Дальше я вам покажу ролик, который я записала с утра, нужной вещицы, посмотрите обязательно, оставлю обязательно там ссылки, вот. Ну, вот, собственно, всё, что я хотела сказать, просто сегодня я вынуждена выпустить ролик, ну, необходимость такая, потому что у меня, девочки, тоже есть договорённость, у меня тоже есть обязательства, как у блогера. Это всё серьёзно, это не просто так, не на воде вилами писано, я подписываю везде документы, идёт интеграция, и я обязана это делать. Поэтому желаю вам хорошего просмотра, кому надо, даже не сомневайтесь. Есть вопросы, задайте. Есть вопросы по пересылке, ещё что-то, значит, тоже можете задать. Ну, я опережу события, отправляют они на компанию СДЭК. Я думаю, что отправляют они и почтой, но СДЭК, я считаю, что как-то быстро, легко и доступно. Ну, вот всё, что я хотела сказать, поэтому всего вам доброго. Спасибо вам за ваши искренние добрые комментарии. Скоро у нас Новый год, осталось полтора месяца. Мы будем с вами готовиться, приводить наши квартиры, хаты, избы, дома, особняки в порядок, и будем себя радовать. Самое главное ведь не животно бить, а самое главное привести в порядок, ну, всё наше пространство. Освободить от лишнего, выбросить то, что не надо, и будет у нас счастье. Всем всего доброго. Желаем хорошего просмотра. А сегодня я вас хочу познакомить с керамическим обогревателем. Он нужен обязательно в осеннее время, когда ещё не дали тепло нам, пока не греют наши квартиры. Возможно, вы остаётесь долго на даче, и вам немножко дискомфортно. Поэтому я хочу предложить вашему вниманию от компании Oberhof вот такой керамический обогреватель. Девочки, это чудо из чудес. Вот такой даже пульт есть. То есть вы можете задать ему время, сколько он должен греть. У него обороты. Он крутится от 90 градусов, поворачивается в любую сторону. Вы можете прибавить или убавить температуру. Он не съедает кислород. Он засасывает воздух и выдаёт уже горячий. Но одно условие квартиры и на даче должно быть у вас чисто, чтобы пыль туда не осаждалась. Я немножко расскажу, почитаю именно с коробки. Да, самое главное скажу, когда вы будете выписывать, я вам оставлю обязательно ссылки. И когда вы будете выписывать вот такой нужный, очень нужная вещь, вам обязательно положат гарантийный талон. Вам обязательно положат инструкцию только на русском языке. Компания Аберхов на рынке российском очень хорошо себя зарекомендовала. Я вам очень много и многие блогеры делают рекламу для них с полным-полным удовольствием. Это недорогой обогреватель и он в нужный момент всегда вам поможет. Немножко прочитаю, девочки, принципы его работы. Называется он Дукиман обогреватель Вермайнсел QN12. Принцип работы керамического обогревателя заключается в засасывании воздушных масс прибор посредством вентилятора. После чего воздух нагревается благодаря керамическому нагревателю, нагревательному элементу и попадает в помещение, прогревая его по всему объему. Девочки, пока включу и мальчики, кто зайдет на канал. От пульта вы включаете. Включаете, начинает дуть воздух. Включаете повороты. Включаете повороты. Я уберу эту коробку, чтобы вам все было видно. Вы можете как убавить, так и прибавить температуру. Видите, как все ловко и хорошо. Но мне согревать не надо, поэтому я пока выключу. Как только вы выключили сигнал, видите, дисплей, все аккуратно, все красиво. Он небольшой. Итак, нагревающий элемент быстро достигает рабочей температуры и принудительно нагнетая воздух, обеспечивает его более быструю циркуляцией, еще раз повторяю, в объеме помещения. До комнату согреет до 30 квадратных метров. Итак, такая технология способна привести обогрев комнаты за несколько минут. Керамический обогреватель не сушит воздух и не сжигает кислород в помещении. Обогреватель Дукеман Вермайнцелл Кю-Эн-12 отличное решение для обогрева помещения в городских условиях. На даче он также отлично справится с отоплением комнаты. Но в этом случае крайне важно позаботиться о чистоте комнаты, чтобы не распространять в помещении пыль. Керамическому обогревателю под силу распространять тепло даже в просторных комнатах. Как я и сказала, вы можете после моей рекламы, если кто заинтересуется, пройти почитать отзывы. Только пятерка, только пятерка. Вот, он экономичен по части энергопотребления. Да, сейчас все-таки вот эти все электрические прибамбасы, я так назову, они все-таки сейчас очень грамотно и очень поглощают, так сказать, нашу электроэнергию. И гораздо более безопасен для детской комнаты. Обогреватель Дукиман обеспечивает высокую скорость обогрева и бесшумную работу. Он легкий и мобильный. Его можно перемещать из комнаты в комнату, когда это необходимо. Девочки, шикарная вещь, незаменимая. Особенно, если у вас вдруг в комнатах станет прохладно, вы приобретете вот такой обогреватель и будете просто довольны. Мощность 2000 Вт, сенсорное и дистанционное управление, таймер, LED-дисплей, 4 режима и вращение на 90 градусов. Поэтому, девочки, рекомендую, переходите по ссылкам. Я думаю, что кому надо обогреватель, вы не пожалеете. Ну, вот и все, что я вам хотела показать. Все обязательно вам положат. Здесь есть такой пакетик. Я положу пультик туда. Вот, здесь можно закрыть, чтобы он не пачкался, чтобы вы его не пачкали руками, мало ли, схватили. Вот, коробка такая легкая. Он совсем мало весит, когда я его забрала. Вот не могу, девочки, сказать, сколько он весит. Но, наверное, не больше полутора килограмм. Не больше. Он совсем, так сказать, легкий. Приподниму, руками возьму. Да, не больше полутора килограмм. Все попользовали, взяли, опустили. Туда положили этот пультик. Вот здесь для него место, специальная ячейка. Опустили. И все. И красота. Желаю вам приобрести такой хороший и нужный агрегат.